Всем привет. Добро пожаловать на открытую лекцию Лондонского геологического общества о марсоходе Curiosity. Это часть конференции, проводимой в настоящее время по изучению Марса. Марс – наш новый геологический рубеж. Конференция пройдет сегодня и в течение следующих двух дней. И в рамках этой конференции у нас есть две публичные лекции, одна сегодня и другая завтра о марсианских вулканах. И сегодня у нас действительно захватывающая лекция. Ее проведет моя хорошая подруга. Доктор Абигейл Фриман – заместитель по научной части проекта «Марсоход Curiosity». Так что она большая шишка в проекте. На ней много обязанностей. Она фантастический сотрудник в проекте. Вы носите свой значок. Заместители? Нет, к сожалению, не мой заместитель. Но сегодня для доклада я надела официальный значок «Кьюриосити». Позвольте мне немного рассказать вам об Абе. Итак, доктор Абиг Фриман – научный сотрудник лаборатории реактивного движения НАСА, где она изучает геологию Марса и других каменных тел в Солнечной системе. Ранее она работала заместителем по научной части в проекте «Марс, эксплорейшн, ровер, мер, спирит и оппорт юнити» с 2016 по 2019 год. И в настоящее время, как я уже сказал, она заместитель по научной части в проекте «Кьюриосити». Она получила степень бакалавра в области физики, геологии и геофизики в Ельском университете в 2009 году и докторскую степень в области наук о земле и планетах в Вашингтонском университете в Сент-Луисе в 2014 году. Она живет в Южной Калифорнии, где любит ходить в походы, дегустировать вина. Поэтому в честь Аби я взял бутылку зинфанделя, чтобы продегустировать калифорнийского во время ее выступления. Она готовит по кулинарным книгам, и мы собираемся попробовать ее рецепты после этого в ближайшие несколько недель. Так что я очень благодарен Аби за то, что она присоединилась к нам сегодня, чтобы выступить с этим докладом. Поэтому во время этого выступления Ваши видео и микрофоны будут отключены. И доклад будет длиться около 40 минут. А потом будет время для вопросов и ответов. Для вопросов есть кнопка вопросов и ответов. Поэтому, пожалуйста, задавайте свои вопросы в поле вопросов и ответов. А потом я попрошу Аби ответить на Ваши потрясающие вопросы, которые у Вас возникнут. Итак, Аби, передаю слово тебе. Отлично, большое спасибо. Санжиф, я не знаю, присоединятся еще слушатели. Или я начну. У меня есть целая куча слайдов, которые я хотела бы показать Вам. Все в порядке. Что же, как сказал Санжиф, меня зовут Аби. Я очень рада, что могу виртуально быть со всеми Вами сегодня, чтобы немного поговорить о том, что мы делаем на марсоходе Curiosity, чтобы исследовать обитаемое прошлое Марса. Начинаем. Закройте эту заставку. Все в порядке. Итак, недавно в августе прошлого года мы отметили девятый год пребывания на Марсе. Мы сели на Марс еще в 2012 году. На Curiosity. Вот красивое, одно из наших знаменитых селфи, которое мы сделали примерно через 84 дня после приземления. Когда вы видите слово СОЛ, это означает марсианский день. Итак, это был 84-й день миссии. И это было селфи, которое мы сделали с Curiosity. С помощью камеры, которая у нас расположена на конце манипулятора марсохода, мы можем осматриваться. И вот как Curiosity выглядел сразу после приземления. Вот прекрасное селфи. Теперь, после девяти лет, пошел наш десятый год исследований. Вы можете видеть, что все стало немного грязнее. На его палубе осело еще немного пыли, видно пару дырок, пробитых в колесах этими жесткими марсианскими камнями. Но в целом, несмотря на то, что он находится в этой очень негостеприимной среде, более девяти лет, Curiosity работает на удивление хорошо. Все наши научные инструменты все еще работают. И даже с этими дырками в наших колесах, мы все еще думаем, что у нас есть в запасе несколько километров, чтобы проехать дальше. Сейчас мы проехали чуть более 26,5 километров. Итак, мы получили гораздо больше возможностей для исследований, и марсоход, способный на это. Прежде чем я слишком углублюсь в суть доклада, я просто хочу признать, что все это было бы невозможно без огромной команды людей, которые ежедневно работают по управлению марсоходом. Это очень небольшая часть команды, которая находится здесь, в лаборатории реактивного движения, вместе со мной в Калифорнии. На этом фото мне показано еще около 450 человек, раскиданных по всему миру, которые помогали в научных операциях марсохода, решая, куда мы хотим отправиться. Какие наблюдения нам надо провести, и помогая анализировать каждый гигабайт данных, которые ежедневно отправляются с поверхности Марса. Curiosity был отправлен на Марс, чтобы ответить на вопрос, который можно просто сформулировать так. Была ли на Марсе обитаемая среда? А у марсоходов, которые работали на поверхности Марса в начале 2000-х годов, марсоходов Spirit и Opportunity, был другой очень простой вопрос. Была ли когда-то на Марсе жидкая вода? И оба марсохода нашли этому неопровержимые улики. Извините, не могли бы вы подождать две секунды? У нас проблемы с недоступностью для желающих присоединиться. Подождем пять минут, и мы попробуем подключить других участников конференции. Хорошо. Конечно, но тогда вам придется немного подождать. Технические проблемы. Сделаем паузу. Да, сделаем паузу. Привет из западного Уэльса. Позвольте вам включить Санжива. В восторге от вашего вина, но у меня сейчас середина рабочего дня, поэтому у меня только вода и кофе, которые стоят рядом. И для вина довольно рано. Еще пять минут. Хорошо. К нам еще присоединились по YouTube. ый паузу. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... Стоит подождать еще две минуты. У нас есть еще время. Надеюсь, мы не исчерпаем ваше терпение. Всем большое спасибо. Вы разослали новую ссылку, Бекки? Да, у меня только что была сегодняшняя ссылка. Так что ладно. Франсис готов. Просто дам людям еще несколько минут. Извини, Абби. Да, я могу продолжить и напечатать ответ. Я могу ответить на вопрос в чате. Можем ли мы купить одну из толстовок марсохода Curiosity? Они были специально изготовлены только для команды. Так что я не думаю, что это общедоступно. Но вы можете попробовать зайти на сайт магазина JPL и посмотреть, есть ли у них что-нибудь. Или на таких сайтах, как Etsy, на самом деле есть много футболок, созданных фанатами, которые супер, супер крутые. Так что вы там тоже можете проверить. Сейчас к нам присоединяются участники. Просто дайте нам еще пару минут. Что бы вы назвали своим самым большим достижением в Curiosity? Давай просто неофициально. У меня много отличных воспоминаний о моменте, когда совершил посадку Curiosity. Мы жили по тому совершенно сумасшедшему графику, когда нам приходилось согласовывать наш рабочий день с марсианским днем, который на час длиннее земного дня. Так что мы работали по 25 часов в день со сдвигом на час каждый день. Бывало, что работали в JPL даже в 2 часа ночи. И Санджи все с таким же хорошим настроением, заваривал себе чай в 2 часа ночи. И у меня очень теплое воспоминание об этом. Но знаете ли, с точки зрения действительно хороших воспоминаний, для меня каждое марсианское утро действительно приносило удовольствие. Так как мы открывали новые места, новые места где-то во Вселенной, которые ни один человек раньше никогда не видел. Для меня эти моменты были одними из самых захватывающих. Особенно, когда мы подъехали к структуре, по которой я защищала свою докторскую диссертацию, а именно к этому большому хребту. И нам было очень любопытно, как образовался этот хребет, что там за минералы, которые мы видели только с орбиты, как они образовались. И вот спустя 6 лет после приземления Curiosity, наконец, добрался до этой структуры, и впервые пересекли ее. И получили первые фотографии. Я думаю, что я была действительно в восторге, потому что я наблюдала за этим объектом с орбиты в течение 6 лет. И, наконец, мы смогли увидеть его с поверхности. Это было потрясающе. Отлично. Почему бы нам не начать? Все присоединились. Вперед. Хорошо. Может быть, я продолжу, и начну сначала, для вновь присоединившихся. Я пройдусь кратко. Привет всем, добро пожаловать. Спасибо за ваше терпение. Начнем. Вы можете быстро просмотреть мои слайды. Меня зовут Аби Фриман. Я заместитель по научной части проекта марсохода Curiosity. И я собираюсь поговорить с вами сегодня о том, чем мы занимались с помощью этого ровера за прошедшие 9 лет. Мы сели на Марс 9 лет назад, в августе 2012 года. Это селфи, которое мы сделали на 84-й марсианский день миссии, или 84-й СОЛ. Мы сделали эту фотографию с помощью микроскопной камеры на конце манипулятора марсохода. Она развернута в такое положение, чтобы увидеть себя. И вы можете увидеть, как выглядит свежий только что приземлившийся марсоход. А вот так Curiosity выглядел всего пару месяцев назад. Он явно чуть грязнее. Заметно больше пыли осело на его палубу и его мачту. Вы можете увидеть несколько отверстий в колесах марсохода, пробитых острыми марсианскими камнями. Но в целом он выглядит на удивление хорошо. Несмотря на то, что он находился в такой довольно негостеприимной среде, целых 9 лет, все научные инструменты все еще работают. По нашим оценкам, у нас еще много километров хода, несмотря на пробитые дырки в колесах. И поэтому мы рады продолжить наше исследование. Надеюсь, на многие-многие годы вперед. Я упомянула, что для управления таким марсоходом требуется большая команда из многих специалистов. Здесь показана очень небольшая часть команды, которая находится в лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, где я нахожусь. У нас в научной группе около 500 членов, которые разбросаны по всему миру. Они каждый день просматривают данные, собранные марсоходом накануне. Они предлагают планы наблюдений на следующий день. И затем анализируют эти гигабайты данных, которые ежедневно поступают с Марса. Проводят свои интерпретации, что все это означает с точки зрения истории планеты. Цель Curiosity заключалась в том, чтобы понять, была ли когда-то на Марсе обитаемая среда. И чтобы понять это, я просто хочу упомянуть ответ на вопрос, что вы подразумеваете под пригодной для жизни средой, что делает среду обитаемой. И этот вопрос можно очень просто разбить на три разные составляющие. Во-первых, это среда, в которой была жидкая постоянная вода. Вы знаете, как мы говорим об этом. О, вода на Марсе. Найдена вода на Марсе. Даже у нас ходит шутка, что мы каждую неделю находим воду на Марсе. Но это действительно интересно, так как мы знаем, что жизнь обозначает существование жидкой воды. Но мы знаем, что в настоящее время поверхность Марса слишком холодная и слишком сухая. Современные условия не позволяют, чтобы существовала жидкая вода. Но мы обнаружили с помощью прошлых миссий с марсоходами и орбитальными данными, что есть свидетельство, что в прошлом на поверхности Марса существовала жидкая вода. И при том климате жидкая вода могла быть стабильной в течение, по крайней мере, некоторого периода времени. До приземления Curiosity мы не знали, насколько долго вода могла оставаться стабильной. Жидкая вода – лишь один из ингредиентов, необходимых для обитаемой среды. Два других ингредиента, о которых не было информации до Curiosity, это ключевые химические элементы для существования жизни. В частности, такой элемент, как углерод – самый необходимый элемент для существования жизни. Другие элементы – это водород, азот, кислород, фосфор. Это своего рода строительные блоки, которые тоже необходимы для жизни. И поэтому задачей для Curiosity заключалась в поиске этих элементов, и в частности, в поиске органических молекул, то есть молекул, содержащих углерод. И, наконец, обитаемая среда нуждается в энергии, которая может поддерживать метаболизм жизни. Это могут быть определенные химические реакции, которыми может воспользоваться жизнь. И это действительно важные вопросы, идущие после обнаружения жидкой воды. На них должен был ответить Curiosity со своими инструментами на борту. У Curiosity есть 9 различных научных инструментов и около 17 всевозможных камер. Их мы используем, чтобы исследовать горные породы и современную среду Марса, чтобы понять его прошлый климат, узнать, были ли на нем обитаемые среды в прошлом, а также его современный климат. Два из этих приборов – прибор-анализатор марсианских образцов, SAM и химическая аналитическая лаборатория, Хемин, расположены внутри корпуса марсохода. И это действительно наш лучший способ провести химические анализы на поверхности Марса. Это очень большие, очень сложные инструменты. Для них требуются образцы горных пород, перетертые в порошок. Они хитроумно доставляются внутрь марсохода. Их анализ дает подробную информацию о составе горных пород, об их минералогии, их свойствах, а также об их изотопном составе и наличии органических молекул. В дополнение к этим аналитическим приборам-лабораториям, у нас есть своего рода, я бы сказала, стандартный набор для марсоходов – геологические инструменты. Они также предназначены для изучения химического состава горных пород. Один из этих инструментов, Кемкам, включает в себя лазер, который расположен в верхушке мачты и может удаленно испарять каменное вещество, по спектру которого можно определять состав. А на конце манипулятора есть камера для микроскопической съемки Махли. Ее не видно на фото, так как этот снимок сделан этой камерой. Также у нас есть камеры и приборы, контролирующие современную марсианскую среду. Кьюриосити совершил посадку в крупной депрессии, недалеко от экватора планеты, в кратер Гейла. Структура представляет собой ударный кратер диаметром 150 километров, который образовался, вероятно, от 3,5 до 3,8 миллиардов лет назад. В результате столкновения с астероидом. И что особенно интересно в этом кратере, если сравнивать его со многими другими кратерами на Марсе, так это то, что в его центре находится большая гора, центральная горка. Ее название гора Шарп. С орбиты четко видно, что гора Шарп имеет слоистость. По орбитальным данным, состав слоев меняется по мере восхождения на гору. План заключался сесть на внутреннюю плоскую поверхность днища кратера. И после посадки, направиться вверх на гору Шарп, изучая по пути все эти слои горных пород, которые запечатлели в своем веществе записи об истории Марса. По ним можно узнавать о климатических изменениях, произошедших на Марсе. Кроме того, воспользоваться возможностью рассмотреть много типов местностей, где теоретически могла быть ранее обитаемая среда. Был еще один ключевой объект для изучения, к сожалению, здесь плохо видно. Но если вы внимательно посмотрите на край кратера, то можно различить что-то похожее на русло, впадающее в кратер. Поэтому мы задались вопросом, если по этим руслам текла жидкая вода, то, возможно, кратер был заполнен и представлял собой озеро. Вот вид на гору Шарп, когда мы совершили посадку. Мы не могли сразу приземлиться на самой горе, из-за ее опасной крутизны склонов. Поэтому вместо этого мы сели на плоскую окружающую равнину днища кратера. Вот снимок, сделанный на третьей сол миссии. Вдалеке видны очертания горы Шарп. Очень и очень волнительный момент для миссии, когда наши колеса закрутились, и мы стартовали. И вот на этом коллаже показано, где мы были, и где мы сейчас оказались. Если вы вглядитесь вперед и увеличите вот этот участок склона, то у вас будет представление о проделанном пути. Нижний снимок был получен телескопической камерой высокого разрешения всего через несколько дней. И вы можете четко различить все эти действительно прекрасные слои, которые мы увидели с орбиты. Но с поверхности Марса они стали еще более четкими. Но если мы двинемся дальше и приблизим вот этот участок, то вот изображение, которое Curiosity сделал примерно два месяца назад. И вот где мы сейчас находимся. Мы уже взобрались по этой горе на высоту более 500 метров. И сейчас мы уже твердо стоим на склоне этой горы, исследуя ее горные породы. И просто чтобы дать вам представление о масштабе, посмотрите на эту часть изображения с правой стороны, давайте ее просто увеличим. Это смоделированное изображение Curiosity на фоне этих скал показан для масштаба. Так что за последние 9 лет миссии мы преодолели довольно большой путь. А это текущий вид на равнину, куда мы сели. Теперь, взобравшись на склон горы Шарп и оглянувшись назад, вы можете увидеть там плоское дно кратера, где мы совершили посадку. А те горы на горизонте на самом деле являются краем кратера. Итак, мы смотрим вдаль, на 30-50 километров. Видим край кратера, который теперь задрался вверх. И теперь вы можете понять, насколько далеко и высоко мы поднялись с момента посадки на эту плоскую равнину днища кратера. Одним из действительно потрясающих открытий, которые мы сделали, с момента посадки, была вот эта замечательная порода. И геологи меня поймут. Так эта горная порода называется конгломератом. Она состоит из довольно крупной гальки. И что действительно отличает гальку, так это то, что она на самом деле округлая. А на Земле такие породы формируются в речных потоках, которые их переносят, придают округлую форму и перемешивают их вместе. И как только мы обнаружили эти породы по приземлению на Марс, мы осознали, что это настоящее свидетельство прошлой жидкой водной среды в этом месте. Пока не ясно, была ли она обитаемой. Этот речной поток подпитывал извне водоем внутри кратера. Когда мы посмотрим вдаль, мы опять увидим те прекрасные слои, сохранившиеся на горе Шарп. И когда мы подъехали ближе, то увидели, что сами слои состоят из множества тонких прослойков. И когда мы посмотрели на породы, вокруг места, где были обнаружены речные конгломераты, а также у подножия горы Шарп, мы обнаружили аргелиты. Это тонкозернистые осадочные породы, образующие пачки с тонкой параллельной слоистостью. Тонкослоистые аргелиты образуются в жидкой низкоэнергетичной застойной среде. И мы пришли к выводу, что эта порода, вероятно, образовалась в озере. Итак, объединив в общую картину виды горных пород, которые мы обнаружили в районе посадки и у подножия горы Шарп. Можно прийти к выводу, 3,5-32 миллиарда лет назад в кратере Гейл располагалось озеро, которое питалось реками, впадающие в кратер. И свидетельства существования озера найдены, по крайней мере, в основании горы Шарп. И это было очень увлекательно. Это был подтвержденный первый из наших критериев обитаемости среды. Но кроме того, мы также смогли пробурить породы и проанализировать их химический состав с помощью аналитических приборов на борту сам и кемин. И мы обнаружили в горных породах органические молекулы. Это молекулы, содержащие углерод. Итак, теперь мы обнаружили, что в этом озере есть не только условия, которые могли бы поддерживать жизнь, но и строительные блоки, необходимые для жизни. Сейчас мы не знаем, принадлежат ли эти органические молекулы древней марсианской жизни. Их происхождение можно связать со многими источниками. Они могли быть доставлены на Марс ударами комет. Они могли просто образоваться на Марсе в результате стандартных геологических процессов. Но они говорят нам, что строительные блоки для жизни уже присутствовали. И они говорят нам, что окружающая среда, которая когда-то была в кратере Гейла, была пригодной для жизни. Так что это настоящая потрясающая находка. И это говорит нам о том, что даже несмотря на то, что Марс сегодня сухой и безжизненный, Миллиарды лет назад он мог быть тем местом, где могла зародиться жизнь. Хотя мы не можем сказать с уверенностью, появилась ли она с самого начала. За время миссии мы уже пробурили на пробы 33 скважины. На этой неделе у нас тоже запланировано бурение, если все пойдет хорошо. Вот одно из моих любимых изображений. Это калаш из всех 33 наших проб, взятых при бурении. Здесь показана одна из действительно поразительных вещей. Обратите внимание, как много разных цветов мы встретили на Марсе. Все мы воспринимаем Марс, как красную планету. И это потому, что он покрыт этой очень красной пылью, в которой много окисленного железа. Это как ржавая пыль, покрывшая всю планету. И чтобы рассмотреть коренные породы, необходимо пробурить этот слой красной пыли. И вы неожиданно обнаружите огромное разнообразие различных расцветок. От серого до пурпурного, от коричневого до темно-красного. И я полагаю, что все эти цветовые вариации отражают геологическое разнообразие планеты. То есть на Марсе существует много различных пород, отражающих разнообразие исходных сред в своем веществе. Так что это действительно впечатляющая картина. И я на самом деле с нетерпением жду возможности добавить еще несколько отверстий к этому изображению в ближайшее время. Интересным фактом для нас стало, что несмотря, что мы поднялись почти на 500 метров на горе Шарп, нам повстречалось много обнажений, состоящих из тех же мелкозернистых, тонкослоистых осадочных пород. Считается, что они образовались из глины и ила древних озер. И это важное открытие, так как указывает на наличие спокойного озера, в котором были все ингредиенты, необходимые для жизни. И его химический состав тоже был благоприятен для существования жизни в кратере Гейла в течение довольно длительного времени. Озеро должно было просуществовать, по крайней мере, миллионы, а скорее, десятки миллионов лет, чтобы накопить более 500 метров таких донных отложений. Хотя надо сказать, что не все породы, которые мы повстречали, были отложены в озере. На самом деле, по мере подъема на гору, мы находили свидетельство кратковременных периодов высыхания озера. Возможно, это связано с его небольшой глубиной. И вот один из наших самых ярких примеров, которые мы обнаружили, указывающий на небольшую глубину озера, или на его пересыхание, в отличие от отложений сверху и снизу. Здесь показана порода со структурой, исходно образующейся при высыхании и листово верхнего слоя дна озера, такыров, когда его поверхность покрывается полигональными трещинами усыхания. Получаются такие характерные узоры. То же самое вы можете увидеть на глинистом дне высохших земных озер. Таким образом, у нас определенно были периоды времени, когда озеро мельчало и пересыхало. Для нас было сюрпризом обнаружить в этом кратерном озере следы активности грунтовых вод, которая продолжалась, вероятно, еще несколько миллионов лет после полного высыхания озера. О наличии этих подземных вод свидетельствует удивительное разнообразие конкреций и различных жил, секущих осадочные породы, сформировавшие гору Шарп. Вот здесь, на этом изображении, если приглядитесь, то увидите все эти белые, выступающие линейные образования. И эти прожилки, в основном, выполнены определенной разновидностью соли, гидратом сульфата кальция. Это что-то вроде земного гипса. Это белые минералы, кристаллизуются из растворов, в результате циркуляции грунтовых вод в трещинах породы. И получается, что это продлевает потенциальный период обитаемости в этом районе, намного дольше момента прекращения существования изначального озера. Жизнь могла уйти под землю, потому что там вода была еще доступна в течение гораздо более длительного периода времени. Однако мы нашли свидетельство того, что озеро и вода не существовали там непрерывно. И это была еще одна захватывающая деталь рельефа, которую мы обнаружили, при подъеме на гору Шарп. Это останцы необычного материала. Мы назвали их останцами мюрея. И здесь важно то, что они сверху бронируются очень темной породой. И если вы внимательно рассмотрите эту породу, вы обнаружите, что она вовсе не относится к тонкослоистым аргелитам. Это песчаник, более крупнозернистая осадочная порода. И здесь вы не увидите плоских ровных слоев. Слои песчаника косо наклонены и пересекаются друг с другом. И глядя на них и анализируя, мы понимаем, что это породы, которые на самом деле сформировались намного позже во времени. И они образовались в среде, которая, вероятно, была очень сухой. И вместо обстановки дна озера, мы обнаруживаем обстановку древних песчаных дюн. Дюны когда-то перемещались по поверхности, а затем окаменели в виде этих причудливых бронированных останцов. И чтобы дать вам ощущение масштаба, здесь смоделирован астронавт, как он выглядел бы у подножия этого останца. Вы знаете, я люблю такие изображения. Потому что иногда, по изображениям с марсохода, весьма трудно сказать, насколько большая или маленькая та форма рельефа на самом деле. И эти структуры рельефа действительно впечатляют. Задумываешься с изумлением, учитывая такой масштаб, как много песчаного материала должно было надуть для их образования. И вот иллюстрация сказанного. Ранее мы видели изображение кратера Гейла, который был заполнен озером. А затем, после его высыхания, в более поздний период истории, его дно было заполнено морем из таких гигантских дюн. Которые свободно перемещались по его ландшафту, поскольку там, определенно, не так было много деревьев, как на этом фото. И очень здорово, что мы можем через каменную летопись, обнаженную в этом кратере, найти свидетельства грандиозных климатических изменений. При которых локальная обстановка водной озерной среды сменилась на сухую засушливую пустыню. Сейчас, как я упомянула, мы успешно поднимаемся по склону горы Шарп. И здесь белой линией показан наш маршрут. Сейчас Curiosity находится, примерно там, где звездочка. И продолжение после звездочки, это запланированный маршрут. Разными цветами здесь обозначены выделенные с орбиты различные формации горных пород. И мы только что закончили исследование, вот этой глинистой озерной толщи, обозначенной зеленым цветом. А сейчас мы въезжаем в бирюзовую область. Это породы, которые представляют древнее поле Дюн. Подобно песчаникам из-за станцов Мюрея. Так что там мы ожидаем более молодую формацию пород, которая перекрывает уже изученные древние породы. И мы также собираемся добраться до этого желтого участка, который обозначает формацию сульфоцидержащих пород. И эта сульфоцидержащая пачка представляет особый интерес. Под сульфатами я подразумеваю соли. Таким образом, мы перемещаемся от зеленой области глинистых пород к желтой области более засоленных пород. И это интересно, потому что мы задаемся вопросом, фиксирует ли этот переход изменения в окружающей среде. И опять, подтверждается ли, что озеро, в котором образовалась изученная глинистая толща, полностью высохло. А если это так, то что это говорит об изменении климата Марса? И какие последствия это несет в отношении пригодности для жизни? С нашей точки зрения, сейчас наше исследование проходит в переходной зоне между глинистыми нижними озерными осадочными слоями и более засоленными слоями, ближе к вершине горы Шарп. И вот это местность, где вы можете видеть, что глинистые породы внизу. Они представляют собой серые плоские, высушенные аргелитовые породы. А верхние сульфоцодержащие породы формируют вот такие великолепные округлые высеченные останцы, на которых обнажается красивая слоистость. И мне нравится это изображение, потому что это изображение напоминает наши пустынные районы. Когда вы путешествуете по пустыням, такая местность с такими же породами далеко не редкость. И эти сульфоцодержащие породы, безусловно, отличаются от любых горных пород, которые мы видели до сих пор на горе Шарп. Сравните эти округлые холмы с острыми очертаниями останцов Мюрея, которые я показывала несколько слайдов назад. Заметьте, что рельеф меняется довольно резко. Очень интересно исследовать слоистость, которая обнажается в рельефе поверхности останцов с помощью нашего набора камер. Особенно с помощью нашей телескопической камеры высокого разрешения, которая обычно применяется, чтобы рассматривать лунки от луча лазерного анализатора. Вот здесь мы навели эту телескопическую камеру, чтобы рассмотреть слои на этой горке при максимальном увеличении. Она называется горой Рафаэля Навара. И можно заметить, что слои здесь совсем не параллельны, как в ниже лежащей тонко слоистой озерной пачке. Вместо этого мы видим несогласие. Некоторые из слоев задираются и обрываются другой пересекающей нисходящей пачкой слоев. Такое место я указала стрелкой. Такую структуру геологи называют клиноформами или косой слоистостью. Косая слоистость образуется во многих средах, но отнюдь не в застойной озерной обстановке. Поэтому мы очень взволнованы предстоящим. Так как уже представляем, что мы увидим выше по нашему маршруту. Там определенно идет смена формации слагающих горных пород. И поэтому мы будем очень рады увидеть эти выходы пород вблизи. Чтобы потом на них забраться и тщательно изучить их, на предмет, как выглядит изменяющаяся марсианская среда. Чтобы узнать, что случилось с озером, которое заполняло кратер в течение длительного периода времени. И в какой-то момент исчезло. Возможно, мы найдем какие-то новые факты этих событий в этой конкретной переходной области. Те породы, которые мы повстречали недавно, очень сильно отличаются от виденных ранее. Они весьма необычны, если их сравнивать с уже изученной пачкой. И в частности, здесь чаще стали проявляться структуры, связанные с деятельностью грунтовых вод. Вот изображение, которое мы сделали всего два месяца назад. И вы можете различить вот такие белые прожилки, которые мы видели раньше. Но здесь прожилки образуют очень интересный параллельный узор. И вокруг них разбросана галька и конкреции. Они также, вероятно, связаны с деятельностью грунтовых вод, проникших сквозь вмещающую толщу и образовавшие различные агрегаты минералов. И такой характерный рисунок. Вот еще одно недавнее изображение. И здесь конкреции чуть поменьше. Но одна из интересных проблем, с которыми мы столкнулись в этой области, заключается в том, что поднявшиеся грунтовые воды настолько изменили эти породы и их структуру. Что нахождение первичной слоистости, сформированной при осаждении пород, весьма непростая задача. И во многих случаях, она полностью затерта этими более поздними эпизодами деятельности подземных вод. Так что у нас возникла довольно интересная дискуссия среди команды, которая изучала эти изображения относительно того, как же на самом деле шло отложение этих пород. Эта информация практически стерта из-за большого количества вторичных изменений, произошедших в результате воздействия подземных вод. Вот еще одно классное недавнее изображение от Curiosity, показывающее совершенно причудливые и чуждые скалистые обнажения. Вы можете различить пальцевидные выступы, которые выходят вот здесь. Это сцементированные крошечные конкреции, образованные грунтовыми водами, проникшие сквозь вмещающую толщу. А затем, после миллиарда лет обработки марсианским ветром, был отсечен более мягкий материал от более твердых, минерализованных элементов, которые опять же были сформированы грунтовыми водами. Вот еще одно изображение, которое мне очень нравится. Здесь конкреции выглядят почти как бусы на ожерелье. И эти мелкие конкреции, своим положением, маркируют первичные слои, когда порода формировалась. Так что, это тот редкий случай, когда мы можем различить исходные слои. В этом конкретном переходном регионе, очень увлекательно изучать разнообразные структуры. И по ходу задумываться об уникальной истории существования грунтовых вод, в частности, в этом месте. А вот где мы побывали буквально на прошлой неделе. Этой детали рельефа мы дали название «Холм Тимптейшн» или «Холм Искушения». И что особенно поразительно, то, что мы здесь обнаружили довольно крупные конкреции у подножия этого холма. Они достигают 3-5 сантиметров в диаметре. То есть, они намного больше тех бусинок на предыдущем слайде. И мы по-настоящему ими заинтересовались. Потому что их размер достаточен для того, чтобы определить их состав. Ну, вы знаете, что если объекты очень маленькие, то очень сложно померить их истинный состав. Но когда становится побольше, как здесь, то они больше перекрывают минимальную площадь для измерения состава нашими инструментами. И у нас становится больше шансов на успех. Кроме того, когда вы пытаетесь получить состав объектов на Марсе, особенно шероховатых и ухабистых, очень трудно учесть всю марсианскую пыль, осевшую на их поверхности. А также необходимо учитывать пленку окисления самого исследуемого вещества. А у нас была задача узнать, именно из какого вещества состоят эти конкреции, а не состав пленки, покрывающей их снаружи. И вот наш лайфхак. Для этого мы использовали ровер. Мы проехали по ним колесами. Итак, вы можете видеть то, что мы называем изображением нашего рабочего пространства. Это участок, который находится перед марсоходом. Мы так проложили курс по этому обнажению, в надежде колесами раздавить какие-нибудь конкрецию. Вот наши следы колес на песке. И мы проехали прям по этим конкрециям. И если вы присмотритесь к этому участку, то вот здесь разрушенная колесами конкреция. На этом снимке это место показано с другой стороны. Он сделан в другое время суток, при более благоприятном освещении. И здесь вы видите, как мы только что вскрыли эти конкреции колесом марсохода. И заметьте, как изменился цвет при вскрытии свежей поверхности этой конкреции. Вот так наш однотонный марсоход послужил геологическим молотком на поверхности Марса. И мы пришли в восторг, потому что это дало нам возможность разглядеть свежую поверхность этих конкреций. Мы сделали несколько микроскопических снимков и померили химию на этом выступе, и то же самое для разбитой конкреции рядом. И я просто чрезвычайно очарована этим полученным изображением конкреции. Вы можете видеть, что ее участки по-разному окрашены. Есть темно-пурпурные участки, есть светло-оранжевые участки, а также ярко-белые пятна. Вы подробнее можете узнать из пресс-релиза команды марсохода. Мы все еще анализируем эти данные. Еще одна вещь, которую мы готовимся сделать, когда закончим исследование этого переходного региона, между нижней глинистой и верхней сульфоцидержащей формации, это проехать по выходам так называемой мостовой зеленого оттенка. Она представляет собой нечто вроде бронирующего сверху слоя пород, которые вы можете увидеть вот здесь. Мы полагаем, что они похожи на породы, которые мы встречали внизу в виде останцов мюрея, и формирование которых связывается с поздними большими пустынными дюнами. И на самом деле, мы предполагаем, что здесь зафиксирован огромный временной перерыв. То есть пачка пород в основании намного и намного старше, чем породы, бронирующие вершину, которые намного и намного моложе. А в геологии, когда у вас есть такое соотношение разновозрастных пачек пород, которые вот так соприкасаются друг с другом, называется структурным несогласием. Вот классический пример несогласия земных пород. Сикар Пойнт находится в Шотландии и является первым выявленным примером структурного несогласия. Это рядом с вами. И я включу дешифровку линии контакта, чтобы показать структурное несогласие Сикар Пойнт. И здесь представлен временной разрыв, составляющий около 65 миллионов лет. А вот и наше структурное несогласие на Марсе, и мы понятия не имеем, какой временной разрыв представлен в этом конкретном несогласии. Это могут быть миллионы лет, десятки миллионов лет. У нас нет хорошего способа это определить. Но в честь Сикар Пойнт на Земле и ее значения для геологии, мы дали этому марсианскому объекту такое же название. Это будет марсианским Сикар Пойнт. И я проведу небольшой урок по истории геологии. В конце 18 века известный классик геологии Джеймс Геттон обнаружил это место с несогласием в каменной летописи земных пород. И по нему он выявил последовательность событий их формирования. Он впервые дал описание важности геологических процессов, их функционирования в течение времени и выдвинул принцип актуализма. По нему те процессы, которые формировали нижнюю пачку пород до образования несогласия, продолжили свое действие и после перерыва в 65 миллионов лет, когда сверху начала образовываться следующая пачка молодых пород. То есть геология, геологические процессы во времени имеют тенденцию быть относительно постоянными и непрерывными. То, что происходило миллионы и миллиарды лет назад, происходит и сегодня. Это принцип актуализма, настоящее есть ключ к прошлому. И это довольно важный принцип с точки зрения рассуждений о том, как работает геология на Земле и как это применить к Марсу. И опять же, просто чтобы дать почувствовать масштаб, давайте я увеличу этот утес. И сверху, на нашем Сикарпойнт, сидит для забавы смоделированный Мэтт Дэймон. Похоже, он ест свой обед, я не знаю, может быть, свою выращенную картошку. Но этот утес драматически важен для нашего исследования. А так будет очень здорово, когда Кьюриосити, наконец, взберется на этот утес. И сможет исследовать эти более темные, гораздо более молодые породы, которые бронируют нижний структурный этаж. Нижний этаж состоит из более древних пород, которые, возможно, были отложены в озере, или в высыхающем озере и преобразованы в изменившейся среде. В дополнение к впечатляющим геологическим исследованиям Кьюриосити, я немного расскажу о множестве других экологических измерений, которые мы проделываем ежедневно. У Кьюриосити есть метеостанция, которая измеряет температуру, давление и относительную влажность на Марсе каждый час каждого дня, пока мы находимся на поверхности. Итак, у нас есть записи о том, как менялись температура и климат в кратере Гейла за три последних полных марсианских года. И эта информация впечатляет. И хочу обратить ваше внимание, что на Марсе ежедневные колебания температуры на Марсе значительно больше, чем в Лос-Анджелесе на Земле. Так что, учитывая этот фактор, Марс – непростое для выживания место. Хотя летом температура поднимается практически до комфортного уровня, что днем там можно было бы даже жить, но по ночам там температура все равно крайне низкая. Мы также сделали эти зрелищные снимки, наблюдая за динамическими процессами на современном Марсе. Так, несколько месяцев назад мы засняли пылевой смерч. Эта форма движения воздуха является результатом сильной атмосферной конвекции. Эти столбы пыли, увлекаемые завихрениями воздуха, при движении по поверхности. Этот ролик был опубликован в прошлом месяце. Я думаю, что это обработка, выполненная любителем на сайте Unmanned Spaceflight.com. Я увидела его на прошлой неделе, и мне очень понравился этот пылевой смерч. Потому что поначалу он выглядит внушительным, а потом он просто растворяется в воздухе. И если вы присмотритесь, вы также можете увидеть тень пылевого смерча справа вот здесь. Так что это довольно эффектное зрелище. Его высота явно более 10 метров. Мы проделали большую метеорологическую работу. И вот изображение округлых холмов, в кратере Гейла, которое мы сделали в начале этого зимнего сезона, на Марсе. И в небе, вы видите так называемые серебристые облака. Эти облака, появляются прямо на закате. И они кажутся светящимися, потому что угол падения солнечного света, на облака идеальный. Вероятно, они представляют собой сочетание водного льда и углекислого газа, образующихся в очень тонкой атмосфере Марса. Это просто великолепное изображение. И вы как будто готовы установить здесь свою палатку, разбить лагерь, разжечь костер, закусить сладким и наслаждаться закатом Солнца и появлением звезд. Вот еще одно изображение серебристых облаков. Это впечатляет. Вы можете видеть аполисцирующие расцветки марсианских облаков. Из-за размеров ледяных кристаллов в этих облаках получаются вот такие красивые, очень пестрые расцветки. И изучение этой расцветки облака помогает понять физику частиц, формирующих облака. Еще мы занимаемся измерением состава атмосферы. И один из газов, который нас особенно интересует, это газ под названием метан, который может образовываться при взаимодействии воды с горной породой. Он также может быть и биологического происхождения. Хотя трудно отдать предпочтение, является ли он биологическим, или просто результатом взаимодействия воды с горными породами. Но Curiosity обнаружил, что метан в марсианской атмосфере действительно имеет сильный сезонный цикл. Его содержание увеличивается к концу лета, а затем снижается к концу зимы. Но его количество совсем мизерное, на уровне первых ppb, или частей на миллиард. Но мы считаем, что эти сезонные изменения наилучшим образом объясняются наличием метана, хранимого в подповерхностных слоях. И оттуда он просачивается в атмосферу. В теплые летние месяцы его выделяется больше, чем в зимние месяцы. Так что это довольно загадочное и интересное открытие. И мы также измеряли излучение, достигающее поверхности Марса, чтобы понять, какую дозу облучения может получить обычный астронавт, исследующий поверхность Марса. Мы провели несколько довольно изящных экспериментов, в которых мы изучили влияние местности, насколько хорошо она защищает от радиации. Вот этот наш эксперимент, где мы расположили марсоход под утесом высотой более 6 метров. А прибор, измеряющий радиацию, находится на корме марсохода. Поэтому мы подъехали к скале задом. И мы измерили уменьшение дозы облучения при приближении к скале. И эта информация будет очень полезная при планировании работы астронавтов на поверхности Марса. Можно будет рассчитать, как они могут использовать естественные скалы, утесы и другие формы на Марсе, чтобы минимизировать дозу облучения радиацией. Что возможно позволит сэкономить на защитной амуниции, используя естественную защиту, которая уже присутствует на Марсе. Давайте я завершу презентацию и покажу вам свежие фотографии, полученные марсоходом на прошлой неделе. В последнее время мы наблюдаем просто потрясающие виды. На этой фотографии мы смотрим вперед, куда мы хотим попасть. Там мы видим перекрывающие несогласия, верхний структурный этаж. И нам надо туда взобраться. Но сначала нам нужно преодолеть это ущелье под скалой. Ее ширина составляет около 30 метров. Так что я думаю, нас там ждут еще более потрясающие виды, когда мы пересечем ущелье. А этот снимок получен на прошлой неделе. Он снят с помощью нашей черно-белой инженерной камеры, смотрящей обратно на оставленные следы марсохода. И на этой захватывающей фотографии можно увидеть, где мы были. Различить край кратера Гейла на горизонте, который выглядит как горный хребет. Там видно плоское днище кратера, куда 9 лет назад мы сели. А еще ближе вся местность, которую мы пересекли, взбираясь на гору Шарпа. Просто совершенно невероятный вид на красивую местность, которую мы можем исследовать с помощью нашего марсохода, вдобавок ко всем удивительным научным исследованиям, которые мы смогли сделать с его помощью. И перед тем, как я закончу. Покажу забавное смоделированное изображение. Это изображение Curiosity, подлетающего к показанному ранее круглому выступу высотой в 7 футов. Если вы интересуетесь этой миссией, добро пожаловать на наш сайт. Заходите на mars.nasa.gov.msl.home. Там мы публикуем ежедневные обновления миссии. Там вы можете найти наш ежедневный блок обновлений миссии, где можете ознакомиться с нашими планами и пресс-релизами. Также вы можете найти карты, которые мы ежедневно обновляем, показывая, где находится марсоход и куда он направляется. А также мы публикуем все наши необработанные изображения. Как только они поступают с марсохода, мы публикуем их в интернете, чтобы вы могли следить за нами в режиме реального времени, пока мы исследуем Марс. Итак, похоже, что у нас осталось около 10 минут, и я буду рада ответить на любые ваши вопросы. Большое спасибо всем за уделенное мне время. О, большое спасибо, Абби, за фантастический доклад. И за эти просто потрясающие виды. И за то, что у нас есть возможность насладиться ими. Изумительно. У нас достаточно времени для вопросов и ответов. Я уверен, что мы можем подзадержать Абби на дополнительные несколько минут, чтобы задать Абби больше вопросов. Поэтому, если вы смотрите нас в Zoom, пожалуйста, размещайте свои вопросы в чате или в разделе вопросов и ответов. И если вы находитесь на YouTube, задавайте их в чате. Итак, приступим. Итак, Сьюзан из Западного Уэльса спрашивает, как долго еще продлится миссия Curiosity? Хороший вопрос. Ответ. Мы не знаем. Если завтра может произойти фатальный сбой компьютера, то мы закончим. Но надеюсь, что этого не произойдет. Надеемся, что все продолжит функционировать. А если это так, то мы думаем, что у нас еще есть в запасе несколько лет. Миссия может закончиться, если выйдет из строя наш источник питания. Curiosity питается за счет плутониевой батарейки. По сути, мы используем тепло от распада этого плутония для питания марсохода. И поэтому со временем оно становится все слабее и слабее по мере распада. Таким образом, смоделировав этот распад, энергии нам хватит на 510 лет. Окей. Вопрос от Рианнон Джоланды Морган. Где вы защитили свою докторскую диссертацию? Я защитила докторскую диссертацию в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, штат Миссури. Прекрасно. А по какой теме? Она связана с областью наук о Земле и планетах. И половина моей докторской диссертации была связана с Curiosity и изучением орбитальных данных касательно маршрута марсохода. Другая часть диссертации касалась Фобоса и Деймоса, спутников Марса. Поскольку для их изучения использовались те же орбитальные инструменты, что и для Марса. Я пыталась выяснить их состав и что он означает относительно их происхождения. И это совершенно загадочные луны. Мы не знаем до сих пор, откуда они взялись. И тем они интересны. Отлично. Люси Уильямс спрашивает. Была ли у вас возможность просверлить и проанализировать конкреции? Ох да, мы изо всех сил старались получить образцы конкреций с помощью бурения. Но проблема в том, что они слишком крошечные. Очень трудно, когда вы находитесь на расстоянии в миллионы километров, точно установить сверло прямо напротив интересующей крохотной конкреции. А дальше становится еще хуже, потому что, как только вы начинаете сверлить, сверло может смещаться. Таким образом, бур вместо конкреции будет бурить коренную породу. И лучшее, что мы могли сделать, это выбрать плиту породы, на которой мы видим скопление конкреций, равномерно распределенных по всему объему породы. Пробурить ее, и надеяться, что в пробе мы захватим вместе с коренной породой часть конкреций. И мы полагаем, что в паре наших проб бурения, которые мы специально нацеливали на конкреции, их состав можно вычислить. Вот еще дополнительный вопрос. А каков состав этих конкреций, есть ли аналоги среди земных эвапоритов? В начале миссии казалось, что конкреции имели состав, очень близкий к вмещающей породе. Но позже, по мере приближения к переходной зоне, конкреции, по-видимому, имеют все большую и большую долю сульфатных солей. Плюс немного кальциевого сульфата, немного галита, или поваренной соли. Но наиболее значительным компонентом, который в них присутствует, является сульфат магния, который мы не встречаем на Земле, потому что он очень и очень растворимый. Итак, если у вас есть немного воды, то сульфат магния, будет вашей первой солью, которая растворится. И поэтому тот факт, что мы видим, что он так сильно задерживается на Марсе, на самом деле говорит нам о том, что современная окружающая среда там действительно очень сухая, и сульфат магния сохраняется. Окей. Вопрос от Питера Морриса. Влияет ли закон гравитации на то, как образуются осадочные породы? О, хороший вопрос. Может, я передам этот вопрос тебе, как эксперту, Сэнди? Мы полагаем, что нет, не влияет. Но скорее мы думаем, что думаем, что нет. Интересно то, что детали рельефа, которые мы видим в горных породах, в осадочных породах, выглядит точно так же, они имеют ту же морфологию, что и на Земле. Интересно то, что очевидно, по закону гравитации, частицам требуется больше времени для падения. Например, если у вас есть частица в таком водоеме, то этой частице потребуется больше времени, чтобы упасть и отложиться. Но тогда также потребуется больше энергии, чтобы фактически поднять эту частицу и переместить ее. Я думаю, что удивительным открытием, которое может быть связано с гравитацией, является то, что мы обнаружили разные типы эоловых форм, сформированных ветром. У нас есть только два типа дюн и небольшие ряби, а здесь мы еще получаем что-то промежуточное. И ученые как бы спорят об этом в данный момент. Так что да, мы все еще изучаем этот вопрос. Следующий вопрос. Какие процессы ответственны за эрозию и обнажаемость этих пород? Прежде всего, это работа ветра. Марсианская атмосфера очень и очень тонкая. Но кроме того, эти камни лежат на поверхности миллиарда лет. Так, даже если у вас в воздухе летает перышко, то за миллиарды и миллиарды лет оно будет эродировать горные породы. И этот процесс будет вырезать рельефные формы, используя даже самые незначительные различия в твердости пород. Итак, у нас есть вопрос. Как вы оказались вовлечены в программу Curiosity? Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто мечтает об этой карьере? О, это действительно хороший вопрос. Да, моя история началась с того, что я присоединилась к миссии в качестве аспиранта, потому что мой научный руководитель был выбран участником миссии. Он дал мне шанс также принять участие в этом проекте, и я полностью погрузилась в это дело. Затем я специально выбрала стажировку и работу в JPL, таким образом, чтобы продолжать работать в этой миссии. Потому что я получала массу удовольствия от работы и считала ее очень классной. Я считаю, что для тех, кто заинтересован в работе в миссиях с роверами на Марсе, если вы студент и находитесь на бакалаврской или магистерской ступени обучения, то поиск людей для сотрудничества, которые участвуют в командах роверов или занимаются актуальными исследованиями, является отличным способом для вовлечения в их работу. Для тех, кто уже далеко продвинулся в своей карьере, такие как профессора и ученые-исследователи, у нас есть конкурсы научных работ, связанных с участием в миссиях на Марс. В рамках этих конкурсов мы открыто предлагаем людям подавать заявки на написание научных предложений о том, какие научные исследования они бы смогли проводить. И таким образом мы можем добавить новых членов в нашу научную группу. Эндрю Коутс спрашивает, что вы думаете, почему TraceGas Orbiter не видит метана с орбиты, а Марс Экспресс что-то видит? О, это трудный вопрос. Я не смогу на это ответить. Я на самом деле не знаю о противостоянии TraceGas Orbiter против Марса Экспресс. Я также не могу что-то говорить о TraceGas Orbiter против Кьюриосити. Ага, я думаю, Эндрю имеет в виду Кьюриосити. Ага, поняла. Окей. Это отличная история. Я думаю, это действительно интересно. Итак, замерения на Кьюриосити показали очень низкий уровень сезонного метана, который имеет тенденцию выделяться в основном в летние месяцы. TraceGas Orbiter это орбитальный аппарат, который был отправлен на Марс Европейским космическим агентством, и у них есть инструменты, специально предназначенные для обнаружения метана в очень-очень малых количествах. Но TraceGas Orbiter метана так и не обнаружил. И это огромная загадка. Почему Кьюриосити видит метан, а орбитальный аппарат TraceGas Orbiter не видит? Может быть, у кого-то инструмент неправильно настроен. Но в настоящее время мы полагаем, что нет, оба инструмента нормально работают. Просто способы наших измерений отличаются. И это действительно говорит нам что-то о поведении метана. Измерение метана на орбитере происходит путем анализа атмосферы Марса в течение дня. Солнце используется как источник света. И изучая спектры поглощения атмосферы, делаются замеры метана. Кьюриосити, с другой стороны, проводит свои измерения состава поверхности ночью. И что мы, наконец, поняли, что Кьюриосити обнаруживал метан ночью, а днем мы его тоже не видели. Можно предположить, что это, возможно, как-то связано с поведением атмосферы. И то, что происходит в кратере Гейла ночью, на самом деле является пограничным слоем. Атмосфера вымораживается и схлопывается. А это концентрирует метан рядом с тем местом, где находится марсоход. Так что для нас это выглядит так, будто там намного больше метана, чем то, что Трейсгаз орбитер видит в дневное время, когда атмосфера расширяется. И мы реально проверили эту идею, произведя измерение метана в течение дня, что мы обычно не делаем, так как это требует дополнительной мощности. И в течение дня мы не обнаружил каких-то следов метана. Но когда мы сделали то же самое измерение ночью, то мы увидели много метана. И это помогло нам понять причину, по которой мы видим разные вещи при двух видах измерений. А также выяснить что-то интересное в поведении марсианской атмосферы. И о том, как метан концентрируется. Классный, обстоятельный ответ. Да, хорошо, очень интересно. В дополнение вопрос. Так что на самом деле является причиной утечки метана из-под поверхности, о которой сообщалось? Это отличный вопрос. И я не знаю ответа на этот вопрос. И никто пока не знает ответа на этот вопрос. Вы знаете, есть некоторые идеи о том, как его можно обнаружить в минералах и горных структурах. Но образуется ли он активно в подповерхностном слое? Мы не знаем. Это загадка. И поэтому нам нужно продолжать изучать метан и думать о способах проведения измерений, которые могли бы помочь нам лучше понять его происхождение. Окей, великолепно. Вопрос. Одной из примечательных особенностей Марса является отсутствие тектоники. Обнаружили ли вы какие-либо признаки деформаций, склачатости или разломов в горных породах Марса? Да, мы определенно обнаружили свидетельство существования, по крайней мере, некоторых разломов. Это могло произойти, как если бы при надвиге слоев, их фрагменты падали и потом были бы раздавлены. Я не думаю, что мы видели какие-либо свидетельства склачатости. Никаких великолепных синклиналей или антиклиналей там, где мы побывали. Я думаю, что мы видели какие-то масштабные складки, похожие на складки в осадочных породах. Но мы видели их только в одном месте. Мы полагаем, что они были образованы, когда осадки были еще влажными и вязкими. Это действительно сложно, когда вы не видите, что они повторяются, чтобы знать наверняка, что это такое. Да, вот так. И да, мы видим множество трещин повсюду. Так что трещиноватость встречается повсеместно. Хорошо, еще вопросы. Вот один. Как влияют пыльные бури на Марсе на работу и как часто они происходят? Да, обычно пыльные бури на Марсе случаются в летние месяцы. Марсианский год в два раза длиннее земного. Поэтому сильные пыльные бури случаются каждые два земных года в марсианское лето. Прошлым летом у нас не было больших бурь. Хотя, я ошибаюсь. Нет, прошлым летом была большая глобальная пыльная буря. Это была большая пыльная буря в июне 2018 года. Та самая пыльная буря, которую не пережил Аппорт Юнити. Но она не так сильно повлияла на работу Кьюриосити. Потому что мы не используем солнечные батареи. Нам не нужно солнца для подпитки энергии. Таким образом, у нас была полная номинальная работоспособность даже во время пыльной бури. Мы смогли провести действительно классное измерение того, каково это быть на марсианской поверхности во время пыльной бури. Мы измерили произошедшие изменения давления и температуры, которые, я полагаю, помогут нам лучше понять механизмы таких бурь. И самое интересное из наблюдений, сделанных во время бури, то, что мы засняли серию снимков. У них была выставлена автоэкспозиция. И в первый день бури, когда было очень темно, автоматическая экспозиция была превышена. Поэтому мы пришлось увеличить время экспозиции, чтобы убедиться, что мы получим наше изображение. Это было очень и очень редко. Я думаю, что это произошло только один раз, когда мы действительно развернули марсоход. Так как поняли, что пропустили объект, который мы очень хотели посмотреть. Но, конечно, у нас время на исследование ограничено, и мы стараемся его рационально использовать. И поэтому мы движемся дальше и продолжаем наш подъем на гору Шарп. Однако мы гибки в этом вопросе и всегда открыты для необходимых исследований. И если мы увидим торчащую кость динозавра, то могу поспорить, что мы развернем марсоход и отъедем от запланированного маршрута, чтобы исследовать ее. Как неграждане США могут участвовать в программе Curiosity? Какие ограничения для исследователей из других стран, желающих присоединиться к команде? Что вы посоветуете потенциальным аспирантам, которые заинтересованы в присоединении к научной команде? Я не знаю. Санжиф, ведь ты член нашей научной группы, и ты не американец. У тебя есть комментарии по этому поводу? Да, я думаю, что у нас работает интернациональная команда. У нас есть люди со всего мира. Думаю, главное, быстро включиться. Я попал в команду Curiosity совершенно случайно, так что это не было чем-то, на что я когда-либо рассчитывал. Это просто случилось благодаря целому ряду случайных совпадений. Но да, присоединяйтесь, найдите хорошего научного руководителя и пишите ученым команды. Вот один из способов сделать это. Окей. Что касается метана, не ошибаюсь ли я, думая, что оно может образовываться только живым, или мертвым веществом, зависящим от поступающего тепла для разложения. Да, это один из способов получения метана. Но есть еще один способ получить метан. Это естественные химические реакции, при взаимодействии воды с горными породами. Так что у нас нет сейчас возможности сказать, был ли метан на Марсе, создан возможной подповерхностной жизнью. Но в такой же равной степени, если не более правдоподобно, метан мог быть образован взаимодействием грунтовых вод с вмещающими породами. И за счет химической реакции также генерируется этот газ. Вопрос от Мики Лахмана о сезонах на Марсе и пыльных бурях, происходящих летом. Существуют ли на Марсе разные времена года, на севере и на юге, как на Земле? Или же на всей планете глобальное лето, либо глобальная зима? У Марса есть 26-градусный осевой наклон, как у Земли, 23 градуса. Но орбита Марса гораздо более наклонена к эклиптике. Когда Марс на эллиптической орбите находится дальше от Солнца, это также оказывает довольно сильное влияние на времена года. Когда в северном полушарии зима, в южном – лето. Но с увеличением расстояния от Солнца это различие более выражено. Наверное, кто-то в сети, вероятно, сможет лучше ответить на этот вопрос. Я не очень уверена в астрономии. Это нормально. Я боюсь сказать что-то неправильное. Все в порядке. Думаю, на этом наша сессия вопросов завершается. Спасибо всем за все ваши замечательные вопросы. Это было действительно здорово. И мы получаем много прекрасных комментариев к вашему выступлению. Сьюзан из западного Уэльса говорит спасибо, Абби, за блестящий доклад. Спасибо за столь проницательные презентации. Многие слушатели действительно счастливы были их послушать. Так что это здорово. Итак, Абби, большое спасибо за то, что нашли время провести с нами ваш день или наш вечер и за прекрасный доклад. И всем большое спасибо. Замечательно. Большое спасибо всем вам за то, что пришли и позволили мне поделиться прекрасным настроением и провести эту прогулку с Кьюриосити. Большое спасибо. Всем спасибо. Спасибо, что присоединились к встрече Джозефа. И пока я не забыл, завтра будет еще одна публичная лекция. Запишите. Итак, у нас публичная лекция в 7 часов 30 минут. Завтра с Люком Дейли поговорим о геологической истории Марсианского вулкана. Здесь размещена ссылка. Она будет транслироваться в YouTube. Перешлите ссылку другим участникам. Ссылка есть в чате. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо, Абби. Абби. Субтитры создавал DimaTorzok